Давайте напишем историю вместе. Прекрасная юность. Поиски правды. Вспывшиеся надежды. И данные обещания. Флэшмобы в Фейсбуке. И случаи из нашей жизни. В студии Радио Болтком. По пятницам в три часа. В программе Очевидец. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас снова историческая тема. И тема очень древняя, можно так сказать. Эта тема касается католической колонизации Прибалтики. Как я это называю. То есть появление здесь в наших местах рыцарских отрядов. Которые шли сюда с целью проповеди христианства. Но на самом деле эта проповедь, как это часто бывало в те времена, обернулась просто завоеванием этих земель. Подчинение местного населения этим людям. И, собственно говоря, появлению, можно сказать, нового государства. Ливонского ордена и так далее. Сегодня комментарии на эту тему нам дает замечательная историка Санкт-Петербурга. Кандидат исторических наук. Автор книги «Северная грестоносца. Русь. Борьба за сферы влияния восточной Прибалтики». В XII-XIII веке Денис Григорьевич Хрусталёв. Добрый день, Денис. Здравствуйте. Итак, мы знаем по истории, что, наверное, еще в конце XII века первым на берегах Даугова появился святой Мейнард. Теперь причисленный к лику святых монах, который основал здесь первую церковь, первый, можно так сказать, приход, и начал первым крестить Ливов. Вот этот человек причислен в Латвии к лику святых именно потому, что его пропевать была мирная. Он пришел один, без вооруженных людей в своем обозе или рядом с ним. И считается, что вот именно этот человек, он нес чистый свет христианства и не имел каких-то колонизаторских намерений. Так ли это было на самом деле, как вы думаете? Я думаю, что святой Мейнард не был колонизатором, и никаких планов колонизации у него не было. И вообще сам термин, мне кажется, для XII и даже начала XIII века не очень применим. Это такая модернизация наших времен. Святой Мейнард, естественно, прибыл в устье Дауговы крестить местных жителей. И это была миссия, он ее выполнял. Более того, он испросил разрешение у тогдашнего сюзерена, на его взгляд, этих областей, у поводского князя. Получил это разрешение и занимался проповедью христианства, обращением местных жителей с откровениями и обучениями христианским обрядам. Дело закончилось довольно тяжело. И, собственно, у нас всего есть один источник об этом. Это Генрих Латвийский. Он рассказывает о судьбе Мейнарда. В данном случае это уже источник более поздний, явно ангажированный в несколько ином ключе. Он представляет нам дело таким образом, что христианская миссия в какой-то момент пришла в тупик, и местные жители решили вернуться к христианству, и более того, разрушили местный храм тех, кто обратился к христианству. Он обратился с призывом защитить его церковь, и это привело, собственно, к первому крестовому походу. Уже не с ним он умер. Следующий епископ, Господи, Бернард, да? Следующий был, который уже, собственно, привел... Этого следующего тоже скоро убили в битве при Кубе. Его убили, да, его убили, собственно, в ходе крестового похода уже. Он приехал с воинами. Он не как Мейнард, не с крестом, а уже, собственно, с воинами, которые должны были спасать вот эту молодую поросль христианства, которая обосновалась на берегах Даугавы. И, значит, вот они понимали это не как колонизацию. Они полагали, что существует угроза христианской миссии, ее нужно защищать. И это вот был повод вот этой вооруженной акции, в ходе которой Бернард погиб. Ему наследовал Альберт. Ну, Альберт оказался более дипломатичным, более, значит, способным к местному... Ну, более, значит, способным вот сохранить этот политез, который в итоге привел к образованию, к образованию такого явления, как Ливония, и дальнейшему-дальнейшему его развитию. Скажите, вот о князе Полоцком Владимире, который, в принципе, вот пережил всех этих людей, и с Мейнардом, он, очевидно, был знаком, потом появился следующий миссионер, и потом долгое время в Риге, ну, властвовал епископ Альберт. Со всеми этими людьми у него были какие-то отношения, и, очевидно, его отношение к самой их миссии тоже менялось. В каком ключе? Да, это очень увлекательная эпопея. Мне кажется, что она очень показательна в связи с тем, что она хорошо прописывает те различия в отношении к христианской миссии, которые существовали у восточной традиции и у западной традиции. Генрих Латвийский сохранил фрагмент, замечательный фрагмент переговоров между епископом Альбертом и Владимиром Полоцким, в котором они встретились, они попытались договориться, как же им жить дальше. Альберт позиционировал себя вовсе не колонизатором или каким-то местным князем или претендентом на какие-то излишние полномочия или вообще на что-то, что раньше принадлежало Владимиру. Он не ставил этого вопроса. Он говорил о том, что вот есть дань, которую вам платили эти племена, мы на нее не претендуем, но мы хотели бы продолжать нашу миссию. Если местные жители принимают ее с благодарностью, значит, они должны выполнять те требования церковные, которые для нас считаются нормой, в частности, уплата десятины и других сборов, связанных с различными ритуалами, венчание и прочее. Понятно. И Владимир как раз транслировал позицию очень четко. Он сказал, ну, как я могу... Альберт его упрекает, как же ты не занимался, вот ты вот местный сюзерен и не занимался крещением этих несчастных жителей вот этого устья Даугова и не донес до них, значит, миссию, там, благую весть и, значит, христианские различные ценности. Как же так? Ты же, в общем-то, ты же верующий, ты христианин, и ты вот не выполнял подобных действий, а мы вынуждены вот явиться Бог знает откуда и делать эту работу за тебя. Владимир сказал очень однозначно, это записано в латвийской хронике. Он сказал, а как я мог? Ведь дойти надо. Я не имею возможности навязать свою веру язычнику. Это он должен к этому прийти. Это его заслуга. Это некая благодать, которая на него сходит независимо от моей воли. Он приходит к Богу, и он становится членом нашей общины. Это включение его на равных со мной в мою же общину. Я не могу его заставить войти в свою семью. Это как-то для меня совершенно нелепо и непонятно. Я не вторгаюсь в его семью, он не входит в мою семью. Его функция. Он может жить, как ему вздумается. Главное, чтобы он деньги платил, собственно, те поборы, которые я с него собираю за, так сказать, покровительство, за то, что я его не граблю, за то, что другие его тоже не грабят. А уж, вот знаете, там насильно в церковь тащить, это, говорят, совсем... Это не моя история, я этим не буду заниматься. Да, и, конечно, эта позиция для Генриха Латвийского, она была нонсенсом, парадоксом. Он ее записал как, ну, так сказать, такой принцип, то есть это такой факт беспомощности полоцкого правителя, который доказывает обязательство Альберта принять вот эту миссию на себя. Он доказывает совершенно... Не с позиции, что понимания, а с позиции осуждения. И, собственно, вот именно таким образом это дело представляет. И дальше мы видим по ходу изложения, мы понимаем, что буквально после этого, как только они, значит, вот это соглашение подписывают. С одной стороны, Владимир не вторгается в вопрос религиозный. Ну, занимайтесь вы миссией, ну и занимайтесь. Это меня не сильно касается. Но когда выясняется, что за этой миссией следует целый ряд логичных и понятных для западноевропейцев последствий, а именно уплата десятины, защита этой общины, то есть, собственно, то, что он не хотел принять для себя, европейцы принимали в их глазах, естественно. То есть, если местный житель принимал христианство, становился христианином, он вступал в семью христиан. Это не какой-то кто-то сторонний или там подчиненный. Подчиненный он потому, что он слабосильный, потому что у него имущества мало, его знатности не хватает. Но в остальном он вполне равный христианин, то есть, ничем не выделяющийся. И нам известны случаи, когда в той же иерархии та элита местная или вонская, эстонская в итоге, она получала те же самые привилегии, что и местная. То есть, они сохраняли свои земельные владения, сохраняли свой статус локальный. Пусть это несколько героев, но они известны. И среди латышей, и среди ливов, или среди латгалов, и среди эстонцев. Поэтому, ну вот, для западноевропейцев это был понятный путь. И для Владимира это была некая новость, и он был удивлен, что за ширмой этого благого дела христианства в итоге выяснилось, что у него буквально отбирают область, зависимую от него, зависимых от него области и владения, и дань, на которую он претендовал. И вот эти технологии, которые раньше не совпадали, они не понимали, что они, значит, как-то между собой могут пересекаться, они в итоге скрестились и превратились в то, что мы сейчас называем колонизацией, в общем, наверное, это не совсем тот термин, который нужно здесь использовать. Это просто разные формы освоения областей. Это, конечно, борьба за сферу влияния, но называть это колонизацией довольно сложно, потому что колонизация – это все-таки заселение новое, заселение новых жителей, приход новых людей на пустующие земли или от изъятия этих земель. Чаще всего этот процесс шел не так декларированно однозначно. Если ливский воин погиб в бою и от него осталось вымороченное имущество, да, на него кто-то мог претендовать, и это распределялось по каким-то традиционным путям. Я думаю, что мы должны несколько модернизованные и эмоционально заряженные термины откладывать. Денис, скажите, вот по поводу Дани, да, у нас Дани со школьного курса, наверное, ассоциируется с татаро-монголами и так далее, и это в нашем представлении некая такая обязательная плата, которая предусматривает фактически только обязательства со стороны тех, кто платит, и никаких обязательств со стих, которые принимают. Что на самом деле подразумевало под собой дань? Вот вы оговорились, что собирая дань с каких-то земель, которые подвластны какому-то князю, этот князь обеспечивает им некие блага, защиту, военную защиту от набегов и так далее. Вот как на самом деле эти механизмы в древности, в средневековье работали? Мы не всегда знаем точно для каждой локации, как это работало в Ливонии или в землях Ливонии до того, как там появились крестоносы. Но в целом этот механизм вполне известный, это подарок от дарок, подарок системы взаимоотношений между властьимущим и подчиненным, которая основывалась изначально на, понятно, это был вопрос силы, но это был вопрос и престижа. За хорошо известны примеры, например, византийского подхода к уплате дани. Ведь Византия платила дань любому случайному дикому племени, которое внезапно оказывалось у его границ. Для племени, которое пришло завоевывать или воевать греческие земли, это была дань, это победа этого племени в результате войны. Они разгромили и победили Византию, возложили на нее дань. А для Византии это была просто взятка для того, чтобы угомонить этих непрошенных гостей. Это случай Византии. Случай областей других взаимоотношений русских князей с другими подведомственными племенами, в том числе и русскими племенами, в том числе и финно-угорскими и прочим прибалтийскими. Эта схема была понятна. Здесь да, это в общем-то насилие, конечно. Это требование стандартного платежа какого-то, может быть, это могли быть не обязательно деньги, это могли быть какие-то имущества, которое обеспечивало их от насилия и бесчинств, которые могли обеспечить их вот те же самые вооруженные воины с Востока. Но одновременно это и момент интеграции, взаимоотношений между вписыванием в единую структуру взаимоотношений. Если я данник этого князя, то у меня все отношения этого князя, дружеские или воинские отношения, торговые отношения, они распространяются на меня. И если кто-то другой пытается нанести мне ущерб, торговый ущерб, или какой-то хозяйственный, или, не дай бог, военный, то это, конечно, значит, кто-то покушается на права этого князя, которому я дань плачу. Эта ситуация, если она обычно даже специально оговаривалась. Например, есть новгородские договоры XIII века с гонзейцами, которые предоставляют гонзейским купцам торговать на реке Неве с такими же прибалтийскими местными племенами, но там изначально оговаривается, что вот все риски по торговле по этим, у гонзейцев риски по торговле с местными племенами, с Ижоры, води, они лежат на гонзейцах. Князь здесь ни при чем. Это прямо в договоре прописывалось. Значит, это вот была какая-то грань, она предполагала, что любые ущерб для торговцев, который произошел на этой территории, которая, казалось бы, на картах рисует, что это вообще территория Руси или Новгородская, то есть она зависимая территория, но ее мера зависимости была ограничена. Они платили дань. Например, если торговцы туда чужие приезжали, то в специальном договоре прописывалось, что если их обманули или убили или не дай бог что случилось, князю жаловаться не надо. Это ваша личная инициатива. Я думаю, что в данном случае с Ливонией примерно такая ситуация. Были определенные платежи, которые носили характер традиционных. И как мы знаем, что, например, в Латгалии платежи эти точно сохранялись до конца XIII века, независимо от конфессиональной принадлежности местных жителей. Они вполне могли оставаться подданными Ливонской церкви и принадлежатие приходов там были Ливонские, но дань оттуда собиралась с Ковичами и она уходила туда. Они пытались разделить эти два процесса. Где-то в одной степени, где-то в другой степени, но понятно, что дань это взаимное обязательство. Это не обязательство одного к другому, несмотря на все декларации. Это, конечно, взаимное обязательство. И Владимир Полоцкий определенно имел право и любое покушение на его полномочия в этой области, даже титульная полномочия, потому что символическая роль она была важна, особенно для средневекового человека. Даже если просто назвать кого-то подданным, за это могло не снять никакого финансового подкрепления или еще что-то, или какой-то хозяйственной зависимости. Но фактор подданства он предполагал и тот или иной статус. И этот статус, если он нарушался, это тоже ущерб, это ущерб имени, это ущерб власти за этим среди. А как местные прибалтийские племена распределялись между сюзеренами, будем так говорить, северо-восточной Руси, кто платил дань, допустим, новгородцам, кто псковичам, кто полоцкому князю. Были какие-то разграничения на этой территории? Ну, у кого куда руки дотянулись, так и делили. Если смогли дойти до побережья Рижского залива, значит, вроде бы, это их территория. И тут очень много зависело от декларации и от фактического положения. У нас есть свидетельства летописи, они очень абстрактные, что вот ливы платили дань туда, а вот эстонцы платили туда, чуть, вернее, чуть туда, а латгалы платили туда. Но мы же знаем, что это не было единой Эстонии или единой латгали, это отдельные поселения, отдельные родоплеменные объединения, среди которых, если мы вчитываемся в источнике более дробные XIII века, мы понимаем, что это не какое-то одно государство, которое платило дань кому-то одному, например, Новгороду. Это целый ряд земель, потом их стали называть церковные округа, кихельхонды, но это какие-то племенные территории, где один из родов держал эту землю. И они были зависимы. Например, по Прибалтике понятно, что в значительной степени это области, которые вдоль Даугавы, понятно, что они были хозяйственно, то есть Полоцк был в них хозяйственно заинтересован. Понятно, что участок, где ныне водохранилище, то есть область порогов в районе Саласпилс, Сигулда. Нет, пороги находятся на Даугаве за Екапилсом, то есть вот там были раньше порожистые места, и там, где город Екапилс образовалась слобода платогонов, которые продолжали. И потом Плявенис водохранилище сделали там. Да, то есть эта структура очень напоминает, ну, для меня вот как бы в геополитическом карте, она очень хорошо напоминает ситуацию с Новгородом. У Новгорода был единственный канал связи с морем, это Волхов, речка Волхов, на ней тоже имеются пороги, чуть ниже. В районе этих порогов возник город Старой Ладогы. То есть Старая Ладога блокировала доступ к порогам с моря. В данном случае Даугава обеспечивала связь моря с Полоцком через значит и насколько я понимаю вот момент перевалки крупных морских судов на мелкие речные суда он как раз фиксировался вот в этой в этой области где-то Низове Даугава и там образовались первые первые княжества так называемые княжества. Понятно, что это княжество на западный манер. Это некие укрепленные поселения которые контролировали торговый путь и обеспечивали сохранность торговых кораблей которые нужно было бросить на сезон. Приходит огромный кок его нужно оставить на берегу переложить это все на более легкие лодки и отправиться вверх торговать с Полоцком или Смоленском куда-то дальше. А эти корабли надо где-то хранить. Это огромные довольно крупные посудины которые просто видимо на берегу складывали. И для этого чисто торгового объединения понятно что там нужно было просто охрану нести. И это структура которая постепенно стала формироваться отсюда появились и Кукинойс и Герцоги вот эти поселения которые считаются первыми поселениями первыми государственными образованиями или протогосударственными образованиями на территории Латыни. то есть в принципе эти отношения сохраняют до конца 13 века именно потому что у них был какой-то материальный аспект заинтересован иззаимная то есть купцы там условно из Европы или из гонзейских городов везли свои товары в Россию и обратно везли какие-то товары в Европу и водные пути они обеспечивали ну собственно говоря наиболее удобную транспортировку потому что дорог естественно не было и территории европейские были пересечены разнообразными границами за каждое прохождение каждое нужно было оплатить какие-то пошлины и поэтому вот эти водные пути они обусловили собственно говоря развитие торговли и развитие образований каких-то как вы говорите протогосударственных которые должны были эту торговлю каким-то образом охранять обеспечивать безопасность чтобы этих людей которые везут свои товары не поубивали и не пограбили ну грубо говоря так но это вовсе не 13 гораздо раньше эти торговые пути были освоены ну как минимум с 9 может быть и раньше века и просто в ходе своего развития и повышение их интенсивности они стали требовать обеспечения в том числе безопасности или торговой выгоды понятно что в этих местах складывались некие рынки куда племена которые не находили которые не обитали вдоль самого русла даугу или там ближайших землях им значит удобнее было туда направляться и совершать некие торговые операции там оформились вот эти ну такие агломерации они были полиэтнические скорее всего то есть там не было там какого-то русского населения там видимо было и русское и скандинавское и местные там лифские племена это были совершенно полиэтничные образования как например у нас сейчас в Ладоге тоже поселение оно было изначально смешанное и ее зависимость там мы сейчас очень много используем терминологии которая была освоена в девятнадцатом веке терминология этническая для того времени это ну совершенно неприменимая терминология тогда был вопрос подданства то есть какому князю ты подчиняешься и это был вопрос вовсе не этнический это был вопрос там признания своего своего полиэтесса своей причастности к некому большому объединению и понятно что если мы посмотрим на карту мы поймем что путь через Даугу и дальше через Днепр это путь из Варяг в Греки гораздо более близкий нежели путь через Новгород и видимо можно только удивляться что путь через Неву и Волхов и через озеро Эльмень который казалось бы дольше оказался более востребованным первое время нежели путь через устье Даугу и дальше через переволоки Полоцк и Смоленск Возможно это как раз связано с тем что местные племена в общем-то не были расположены к такому видимо местная ситуация складывалась таким образом что путь через Новгород который контролировался видимо более 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 четко выглядел более безопасным А эти племена как они жили и как они дружили или не дружили между собой то есть известно что Латгалы например нападали на эстов и наоборот всем досаждала Литва но не теперешние литовцы а то западно-русское племя западно-славянское племя которое называлось Литвой до так сказать государственного ее формирования в каких отношениях они были и почему вы улыбаетесь ну вы так Литву уже там как-то определили хотя это в общем я совсем не доказанное какое-то подтверждение да ну неважно Литва я понимаю нет ну Литва всем досаждала они были очень воинственные они тут ходили периодически нападали на всех да но они между собой в общем-то были не в друзьях Джимайта Аукштайта они как бы были в общем-то совсем между собой не совсем друзья и да это очень странно я тут недавно вернее когда недавно это очень давняя история 15 назад я увидел удивительную книжку мне подарили друзья в Тарпо подарили книжку она называлась История Балтийских стран куда объединены сразу все три страны Эстония Латвия и Литва и все это какая-то единая значит представлена как какая-то единая история ну нет конечно это целая целая это довольно сложная система взаимоотношений для ну Латвия я думаю я не знаю как сейчас как латвийские политики сейчас это дело представляют но в общем-то это федерация федерация земель разнохарактерных с очень резкими языковыми особенностями даже Эстония не моноязыковая страна там из севера североэстонские южноэстонские выговоры они очень сильно отличаются и как только началось продвижение крестоносцев сначала это был союз с ливами прежде всего почему она Ливония потому что это ливы а ливы это собственно только населяли довольно узкое довольно небольшое пространство чуть-чуть севернее Даугава в Устье там находились еще области которые совершенно не ну не были интегрированы в этот процесс Курляндия это совсем отдельная отдельная страна там были гамгалы там были латгалы у них были разные между собой взаимоотношения это конечно не что-то единое и Ливония когда ее стали называть такой вот большой большая вот такая вот огромная страна она конечно это была ну это федерация это федерация различных разнохарактерных объединений которые только через какой-то большой промежуток исторически стали осознавать свое единство завоевание Эстонии происходило в союзе между ливами крестоносцами латгалами они воевали с эстонцами Эстония была завоевана в это вот Южная Эстония она завоевывалась и там были ну ярко выраженные ну во-первых это до сих пор языковая граница довольно четкая и она была ярко выражена и в 13 веке для Литвы то же самое это и другой язык и другая структура взаимоотношений и властные и политесы совершенно другие поэтому конечно там был там мы толком не знаем что было до 13 века никаких понятных письменных свидетельствах о внутренних конфликтах на территории Латвии у нас нет но мы понимаем что когда мы смотрим на события 13 века что это было вовсе не какое-то единое моноязыковое или монополитически объединенное территория много разных территорий которые сформировались в нынешние границы только в ходе длительного исторического процесса в этом процессе не стоит забывать что были такие же области которые сейчас считаются территорией России однозначной а для для 13 века это были точно такие же в данном случае финно-угорские племена как Ижора Карелия Водь ну и так далее Пруссов мы забываем о них вообще все забыли да Пруссов как-то сильно остребили осталось только одно название Пруссия да и все все утрачено ну у нас гусь потеряли про Ижору никто ничего не знает только стихи остались подъезжая под Ижоры Денис радиослушатель нас спрашивает по ватсапу а кто объединил эстонцев латышей литовцев и поляков как они сформировались как нации или это уже было очень такое позднее явление не относящееся к нашему теперешнему периоду рассмотрения ну конечно конечно мы сейчас говорим об объединениях национальных объединениях которых мы можем сейчас я за рамками какой-то государственной политики это обычное государство ищет какую-то длинную свою историю куда-то уходящую в тысячелетия но мы должны понять что все эти национальные объединения они относятся к девятнадцатому веку в том числе и польское мы сейчас говорим о государстве поляков оно действительно существовало но потом оно превратилось в нечто иное оно вообще называлось речь посполита сейчас она называется речь посполита и оно имело некие другие политические характеристики другой этнический состав Латвия понятно это объединение которое возникло вообще в двадцатом веке из совершенно значит каких-то отдельных частей понятно что Курляндия никогда не входила в Ливонию это вообще отдельная область про которую всегда говорили как-то отдельно и в Ливонию входила довольно заметная часть Эстонии которая мы сейчас это Южная Эстония она входила в Ливонию сейчас это часть Эстонии и это это событие условно начало двадцатого века эстонцы выделялись языковым языковым образом они выделялись судя по всему и в тринадцатом веке таким это граница языковая точно существовала где-то между ну где-то вот в районе нынешней там государственной границы без какого-то четкого там сейчас прорисовки и дальше дальше мы понимаем что например Ливы давшие название Ливонии мы же их не знаем мы их не видим этнически не фиксируются полностью растворились Ливов мы находим какие-то какие-то остатки насколько они сопостоимы эти жители вот этих областей которые сейчас относятся к исконной Ливонии насколько они сопостоимы с теми Ливами которые принимали Мейнарда в 12 веке ну нам нам сложно гадать поэтому конечно все эти объединения интеграционные и даже вообще само понятие нация это явление 19 века оформившись к началу 20 веку сейчас мы просто наследники этих областей когда мы пытаемся найти найти какую-то логику в этой полемике или разделить наше прошлое или там его как-то национализировать или государствить ну это немного странно ну это то же самое знаете в мое время там был учебник история Советского Союза с 1861 года или с древнейших времен история Советского Союза ну о чем вы говорите конечно это ну там это можно говорить об истории тех кто жил на этой территории а никак не о истории вот этого объединения это касается всех государств и России и Латвии ну наш слушатель уточнил что он спрашивает про племена то есть про консолидацию племен и ну формирование таких крупных народностей как там например там земгалы там или курши или латгалы да то есть это тоже были видимо сначала какие-то осколки а потом они уже на какой-то базе начали объединяться или наличие вот какого-то внешнего врага сталкивало их в какие-то более крупные объединения и они находили поддержку помощь друг у друга это очень сильный фактор внешние угрозы это очень сильный фактор интеграции мы это наблюдали и там на всем протяжении истории никаких объединений общеэстонских даже если в случае нападения русских племен русских князей практически ну там единичные случаи а вот с началом экспансии крестоносцев в Эстонии мы наблюдаем объединения общеэстонские то есть просто там практически все все роды объединялись ну не все а вот ну как бы ну много в Эстонии могло объединиться да то есть такого мы раньше не фиксировали с одной стороны мы не знаем у нас нет нормальных источников а с другой стороны конечно вот эти вот интеграционные процессы и смывание вот этих родовых границ перед лицом внешней угрозы оно определенно происходило мы для для Эстонии это фиксируется довольно четко для Латгалии чуть-чуть чуть слабее видимо там все-таки процессы шли ну это другая другая совсем территория она немножко даже как-то мне кажется и природно выделяется и там эти процессы шли иначе об особленности единства перед лицом перед лицом агрессии там естественный понятный 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 ход понятное действие ну то есть если смотреть на это с точки зрения современного человека то там угрозу со стороны славянских князей эти племена не воспринимали так остро как угрозу со стороны крестоносцев русские князья приходили и уходили забирали то что им нужно и уходили в этом была разница освоения а крестоносцы не уходили они еще и замки там строили и они требовали уплату дани уплата дани не дани а десятины это регулярное это нечто регулярное для русских князей поход это некое предприятие оно происходило не каждый год оно происходило либо в случае какого-то нарушения единого режима взыскания платежей произошел какой-то сбой либо в случае ну какого-то изменения изменения этих платежей но они никто там никогда освоение территории вот это вот скажем так западноевропейское ноу-хау когда начали строить замки начали утверждать приходские округа началось взыскание это вот такие на Руси это там провели число и там появились баскаки монгольские и начали платить какие-то регулярные платежи посчитали сколько нужно постоянно платить русские князья в Прибалтике ничем таким не занимались платежи были довольно традиционные вполне могли составлять ну какой-то какой-то утвержденный столетиями объем может быть в мехах или там в каких-то мы точно не знаем в чем в каких хозяйственных объектах или в каких материалах это передавалось эти размеры этой дани мог носить традиционный характер а любое изменение традиции это как преступление это как подрыв основ общества поэтому размеры дани были традиционными очень-очень долго и это распространяется на 13 и на 14 века это были очень утвердившиеся на многие столетия размеры и объемы которые никто не покушался их там отдельно пересматривать для этого требовался какой-то аргумент например ну какое-то объяснение вас стало слишком много или вот у вас тут открылись золотые копии ну какой-то аргумент а если ничего не происходит то как вы платили 10 там куниц вот вы и платите и мой дед платил и мой прадед платил а если ты приходишь требуешь от меня 11 куниц то ты это вообще это нарушение основ это просто против религии восстания так нельзя и русские князья конечно этим не занимались это была в общем довольно традиционная система устоявшаяся столетиями русские летописи утверждают что вся эта система сложилась по крайней мере для устья Даугавы они вписывают повесть временных лет вписывают куршие среди данников среди русских данников там есть изменения в одном месте вписывают в другом не вписывают наверное были какие-то какие-то осложнения все-таки это расстояние довольно большие само предприятие по покорению этих областей это все-таки довольно сложная акция мы должны понимать что дружины княжеские дружины это не какие-то армии сопоставимые с нашествиями Наполеона ну это несколько десятков человек это ну очень большие в армиях о дружинах я думаю что мы поговорим может быть в следующий раз если вы Денис согласны рассказывать нашим слушателям о такой о нашей древней истории я думаю что это было довольно интересно и познавательно и сейчас я должна попрощаться с нашим гостем нашим историком из Санкт-Петербурга Денисом Крусталевым автором книги о католической миссии в Прибалтике и ее войнах и победах и дипломатических различных сложностях в программе очевидец мы сегодня разговаривали через Zoom с нашим экспертом я надеюсь что мы еще встретимся в нашем эфире программу провела Людмила Прибыльская звукорежиссер студии Родион Золотарев всего доброго до встречи через неделю до свидания